Древнее искусство. Ольга Тертышная о керамике знает, если не все, то очень многое. В университете защитила диссертацию по этой теме. Участие в пленэре – новый этап в карьере столичного мастера. Здесь она впервые подала заявку, ее одобрили и мечта сбылась. Для меня, например, очень важно получить здесь именно опыт. Потому как здесь есть возможность дровяного обжига, то есть если там мастерской, электрическая печь, то здесь такая прям магия. Международный пленэр проводится с 2003-го. За годы арт «Жижель» стал брендом «Бобруйска». Название проекта связано с именем древнеславянского бога подземного огня. Отсюда и тема – фольклор и мифология в искусстве современной керамики. Поглядите, какое тут прохожее место. Сосны, лес, вода, березина. То есть это все и натхняет, и допомогает, ну, и спрыгает. Тут можно шмат подбирать слово, ну, вертается. Вельми шмат мастаки, який удельничает уже у нас не первый год, и на сюда вертается, и ходжете вертаться. Условия работы нестандартные. Обжиг изделий проходит дровами в трех небольших горнах. В самом сердце мастерской под открытым небом. Помимо тематики, к участникам есть и другие требования. Необходимо проявлять себя во всем – от технологических процессов до графических элементов. Пока это сырая форма. Дальше фигуру будут сушить. Затем ее ждет утильный обжиг. Температура – 850 градусов. Плюс глазуровка. Индивидуальный декор. Финальный штрих – автограф мастера. Арт-жижель проходит в 17-й раз. Столько же дней и участников. И это символично. На базе отдыха «Вербки» лучшие керамисты из шести стран – Грузии, Белоруссии, Молдовы, Перу, России и Украины. Проводится в первую очередь для развития культуры и искусства Республики Беларусь. Только именно с этой целью, понимаете? Но для того, чтобы она развивалась, нужно что? Налаживать, опять же, культурные связи с другими государствами. Самая зрелищная часть пленера «Обжиг-шоу» запланирована на 31 июля. А уже 2 августа откроется выставка «Искусство живого огня» в художественном музее, где бобручане и гости города смогут оценить каждую из работ. Затем скульптуры отправятся в Могилев и Минск. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.